Грегор Лоис. О чем поют птицы? Был проведен масштабный эксперимент по изучению поведения больших синиц или синиц кузнечиков. С помощью специальных кормушек двух цветов регистрировались прилеты синиц и их поведение. Особое внимание уделялось выбору цвета кормушки, какой был предпочтительнее. Несмотря на все ожидания, этот эксперимент доказал, что синицы передают свои навыки из поколения в поколение. Возможно, это самое простое определение культуры. Предисловие. Птицы всегда занимали наше воображение. Различные божества с клювом в образе животных или человека встречаются во многих эпохах, отдаленных от нас во времени и пространстве. Кажется, они повсюду. Вороны, сопровождающие Одина. Имперские орлы. Петухи на знаменах. Древнегреческая богиня мудрости и ее символ — сова. Египетский бог неба и солнца гор в облике сокола или человека с головой сокола. Орел, пожирающий змею, указывающий ацтекам, где надо построить Мехико. Геогли в пустыне Наска, изображающей Кондора. Феникс — царь птиц Древнего Китая. И самый древний среди древних — этот таинственный силуэт человека с птичьей головой на стенах пещеры Ласко, который был изображен почти 20 тысяч лет назад. Западная цивилизация сумела систематизировать и упорядочить эту любовь к птицам. В 1937 году Олин Сьюл Петтингилл из Университета Корнелла, штат Нью-Йорк, опубликовал книгу «Лабораторная и полевая орнитология». Пожалуй, это первое руководство по орнитологии такого рода. И эти 500 страниц неоднократно переиздавались. Здесь можно найти все, что только хочется знать о птицах, их строении, нравах и о том, как их изучать. Например, то, что для полевого орнитолога, помимо биноклей и руководства по распознаванию птиц, будет весьма уместна записная книжка, которую в профессиональной среде называют «Дневник наблюдений». В 1984 году Жан-Франсуа Александр и Гийом Лизафр опубликовали книгу «Посмотрите, как живут птицы». Пособие для любителей птиц, само название которого словно открывает двери в мир созерцания. При этом, в отличие от книги Петтенгила, текст вполне доступен для непрофессионалов. Там написано. «Главными аксессуарами орнитолога являются бинокль и записная книжка, где он делает записи о своих встречах, рассказывает об удивительном поведении птиц и ситуациях, свидетелем которых был. Я орнитолог с многолетним стажем, но я никогда не вел дневниковых наблюдений. И у меня мало единомышленников, считающих, что нечто живое, воплощенное в слове, теряет свою силу. Иногда, под стрекаемый записями своих коллег, я пытался последовать их примеру, но мои точечные наблюдения никогда не казались мне достойными того, чтобы отразить их на бумаге. И все-таки я решил написать эту книгу. Я много наблюдал и теперь хочу рассказать о том, что видел. Хочу описать те часы, которые моя семья, жена Анна, с которой мы вместе почти 35 лет, и наши дети, Аида и Танги, провели на природе, на холоде или на жаре, подняв головы к небу или вглядываясь в кроны деревьев. Таким образом, я хочу с помощью этих историй попытаться создать связь между слушателями и птицами, перекинуть мост между небом и землей и тем самым раскрыть то, о чем говорят птицы. В 1996 году научно-исследовательский центр биологии популяций вошел в состав Национального музея естественной истории. Эта лаборатория координирует отлов птиц, которым занимаются энтузиасты, но большую часть времени, энергии и средств здесь посвящают научным исследованиям. Партнерство между энтузиастами, в самом благородном смысле этого слова, и профессионалами – основа деятельности центра. Совершенно очевидно, что орнитология, как наука, нуждается в помощи не специалистов, наблюдателей-энтузиастов, которые помогают получать новые научные знания. В лаборатории наш интерес направлен в основном на тех птиц, миграция которых недостаточно изучена, на редкие виды или виды, особенно популярные среди охотников. После отлова каждую особь тщательно осматривают, а затем выпускают на волю с кольцом, отмеченным уникальным регистрационным номером. Все это делается для того, чтобы впоследствии, обнаружив эту птицу в том или ином месте, живую или мертвую, оценить численность видов, демографические параметры или охарактеризовать пути их перемещения, то есть миграцию. К концу тысячелетия в Европе зародилась идея подсчета численности птиц, почти аналогичная переписям населения, которые за 20 лет до этого прошли в Англии и Северной Америке. Культурный шок для всех энтузиастов, наблюдение становится стандартизированным. Теперь его регулярно проводят в одинаковых условиях и с участием как можно большего количества наблюдателей. Любой орнитолог, даже любитель, может получить данные, которые долгое время считались недоступными. Это информация о вариативности распространения популяций обычных гнездящихся птиц. Из простых наблюдателей мы становимся демографами. Мы располагаем фактическими данными, которые в гораздо большем масштабе отражают происходящие численные изменения. Исследования привели к неожиданному и безапелляционному выводу. Численность самых распространенных видов птиц трагически уменьшается. И хотя отдельные цифры показывают изменения в лучшую сторону, большинство видов страдает от падения численности особей. Часто это прямые или косвенные последствия индустриализации сельского хозяйства или глобального потепления. Но независимо от степени распространенности, от проживания в естественной или искусственной среде, эти виды диких птиц могут рассказать нам много важных вещей. Иногда только намеком, разными способами, пением или молчанием, движением или наоборот замиранием, они хотят поведать о себе. Нам всем нужно срочно научиться слушать и понимать птиц, поэтому я попытался дать в этой книге их описание. Я предавался этому занятию со страстью маленького ребенка, перечисляющего то, что ему нравится, или подростка, который начинает собирать свои первые коллекции, а может и эксперта, увлеченного поиском и жаждущего найти что-то важное. Эта книга не только попытка взглянуть на Вселенную сквозь призму такой простой науки, как орнитология. Это и стремление показать великолепие и хрупкость всего живого.